здравствуйте дорогие друзья сегодня наше видео из серии законы помните я вам рассказывала законы о внж законы разные там о медицине так что это видео я помещу в плейлист законы мы поговорим об автомобилях и автомобилистах если вы не являетесь водителем и у вас семье нет автомобиля но вы являетесь моим подписчиком и тема про автомобили вам не интересно переходите ко второй моей части видео она вас наверное заинтересует больше а сейчас мы поговорим про автомобили хорошо конечно мне было бы интересно если бы вы посмотрели все видео до конца ну смотрите сами собственник машины один а за рулем другой какие могут быть последствия и как их избежать нам поможет в ответе газета дельфи типичная история машина записана на одного человека а пользовался ею другой шофер оказался несознательным был пойман дорожной полиции на нарушение кто будет отвечать если дорожная камера зафиксировала превышение скорости а кто за рулем не видно вот что делать в таких ситуациях кто должен платить а если был водитель нетрезв неужели отберут машину которая ему не принадлежит и вообще в чем разница между собственником держателем водителем и владельцем транспортного средства вот сегодня мы об этом поговорим почему я получил административный штраф если в тот день вообще не садился за роль первый вопрос который возникает у собственника транспортного средства разрешившего управлять им другому человеку если последний нарушил правила остановки или стоянки либо нарушение было зафиксировано техническими средствами без остановки автомобиля ну радаром до лв порталс рассказывает какие могут быть последствия если вы доверите свой автомобиль какому-то другому человеку кто они собственник держатель водитель и владелец транспортного средства по закону о дорожном движении собственник транспортного средства это физическое или юридическое лицо которому принадлежит транспортное средство собственник государственного или муниципального транспортного средства учреждения на имя которого зафиксировано транспортное средство понятно дальше держатель транспортного средства это физическое или юридическое лицо использующее транспортное средство на законных основаниях аренда прокат лизы лизинг и тому подобное держателем не является лицо управляющие транспортным средством на основании служебных или трудовых отношений водитель транспортного средства это физическое лицо управляющие транспортным средством в том числе при проверке навыков вождения или обучение вождению понятие водитель относится к лицу управляющему транспортным средством до того момента пока этим средством транспортным не начнет управлять другое лицо владелец транспортного средства это лицо владеющие транспортным средством по праву наследования каковы обязанности собственника и держателя эти обязанности установлены двадцатой статьей закона о дорожном движении слушаем эти законы собственник владелец держатель транспортного средства обязан делать все необходимое для того чтобы в дорожном движении не использовались находящиеся в его пользовании транспортное средство у которых нет разрешения на участие в дорожном движении или на которое распространяется запрет на участие в дорожном движении собственник владелец и держатель транспортного средства не должны давать разрешение на управление транспортным средством лицу находящемуся под воздействием алкоголя или иным одурманивающим веществам собственник владелец и держатель транспортного средства не должны давать разрешение на управление транспортным средством лицу не имеющему прав на управление транспортным средством соответствующей категории за исключением случаев когда в порядке предусмотренным правилами дорожного движения проводится обучение вождению или проверка навыков вождения ну тогда на автомобиле ставится буковка м у нас до в латвии то есть мацеба гражданско-правовая ответственность собственника владельца и держателя транспортного средства должна быть обязательно застрахована по требованию госполиции собственник владелец держатель транспортного средства обязан предоставить информацию о лице которая управляла или имела право использовать транспортное средство если фактически водитель транспортного средства не был идентифицирован на момент нарушения с указанием идентификационных данных лица имя фамилия персональный код а для иностранца адрес места жительства номер водительского удостоверения дата и место выдачи страна выдачи водительского удостоверения обратите внимание если собственник владелец держатель транспортного средства не предоставит сведения о водителе транспортного средства или его законном пользователе то к нему применяется штраф в размере 14-140 штрафных единиц то есть от 70 до 700 евро как и кем должен быть возмещен ущерб от нарушений по статье по статье 44 закона о дорожном движении за ущерб причиненный в результате эксплуатации транспортного средства ответственен его собственник или владелец если он ему докажет что ущерб возник вследствие неодолимой силы по умыслу самого потерпевшего или его грубой неосторожности либо по иным основаниям которые согласно закону освобождают его от ответственности за возмещение ущерба в случае совместной собственности или наследования стороны несут солидарную ответственность за причиненный ущерб но таких случаях лучше конечно вызывать полицию и полиция сама разберется кто виноват а кто прав правда в случаях когда транспортное средство передано держателю ответственность за причиненный ущерб несет держатель если он не договорился с собственником об ином порядке возмещения ущерба однако если держатель отсутствует ну бывает за пределами страны да его место жительства неизвестно или полное взыскание с него ущерба невозможно то ответственность за ущерб несет собственник транспортного средства если транспортное средство вышло из владения собственника владельца или держателя транспортного средства не по его вине а из-за противоправных действий другого лица то за причиненный ущерб отвечает это лицо если нет оправдания поведению собственника владельца или держателя то возмещение ущерба может быть истребовано как с лица использовавшего транспортное средство так и собственника владельца или держателя в зависимости от степени вины каждого в случае страхования гражданской правовой ответственности порядок возмещения ущерба причиненного третьему лицу регулируется отдельным законом об обязанном страховании гражданской правовой ответственности более конкретно условия применения наказания описано в 162 статье закона об административной ответственности если нарушены правила остановки или стоянки но водитель транспортного средства не находится на месте нарушения либо нарушение зафиксировано техническими средствами ну радаром да без остановки транспортного средства штраф применяется кому к держателю указанному в государственном регистре транспортных средств и их водителей к собственнику или владельцу транспортного средства если держатель транспортного средства не указан или транспортное средство снято с учета к предприятию продающему данное транспортное средство если нарушение совершено на транспортном средстве выставленном на продажу. В нем установлен дилерский регистрационный знак или оно зарегистрировано в торговом регистре. Наказание за административное правонарушение не применяется к собственнику транспортного средства. Когда не применяется? Если установлено, что транспортное средство в момент нарушения не находилось во владении собственника транспортного средства вследствие противоправных действий другого лица. Чаще всего это случаи, когда машина угнана и об этом факте заявлено в правоохранительные органы. Если собственник транспортного средства указал лицо и идентификационные данные, которое управляло транспортным средством в момент нарушения, а также предоставило доказательства, подтверждающие этот факт. Следующий пункт. Если штраф не уплачен водителем, он переходит на собственника. В разъяснении к закону указано, что в случаях нарушений правил дорожного движения, предусмотренных 162 статьей нарушения правил остановки или стоянки, если водитель транспортного средства не находится в месте нарушения, а также нарушений зафиксированных техническими средствами, фоторадарами, без установки транспортного средства, субъектом административного нарушения является водитель транспортного средства. Однако, если водитель транспортного средства не установлен, ну, собственник не указал водителя транспортного средства, а факт управления транспортным средством этим лицом не доказан, и штраф за нарушение ПДД не уплачен, то обязанность уплаты штрафа переходит с водителя транспортного средства на собственника транспортного средства. Собственник должен предъявить доказательства. Не всегда собственник, сам не пользующийся транспортным средством, заключает с третьим лицом некий договор, который мог бы послужить доказательством, чтобы освободить собственника от ответственности. В то же время письменный договор не обязателен. Собственник имеет право предъявить любые имеющиеся в его распоряжении доказательства, а также лицо, фактически управляющее транспортным средством, может само признать этот факт. Оправданно ли и соразмерно ли требовать от владельца, чтобы он каждый раз, передавая транспортное средство кому-то другому, заботился бы о наличии доказательств этого факта. Конституционный суд признал, транспортное средство является источником повышенной опасности, и государство может возложить на его собственника особые обязанности и назначить наказание за невыполнение этих обязанностей. Поэтому собственник, владелец, держатель транспортного средства имеет ряд обязанностей даже в тех случаях, когда он сам не управляет транспортным средством. Решение о применении штрафа можно оспорить. По 163 статье закона об административной ответственности, если владелец транспортного средства не управлял транспортным средством в момент совершения нарушения, при обжаловании вышестоящему должностному лицу постановления о штрафе он обязан указать в жалобе лицо, управляющее транспортным средством в момент нарушения. В таком случае в жалобе указываются идентификационные данные соответствующего лица, имя, фамилия, персональный код, а для иностранца адрес места жительства, номер водительского удостоверения, дата и место выдачи, страна выдачи водительского удостоверения. И к жалобе прилагаются доказательства, подтверждающие, что именно это лицо управляло транспортным средством в момент нарушения. Если предоставленные доказательства подтверждают, что транспортным средством управлял водитель, указанный собственником транспортного средства, вышестоящее должностное лицо отменяет постановление о наложении штрафа на собственника транспортного средства и принимает разрешение о наложении штрафа на водителя транспортного средства. Следующий пункт. Водитель транспортного средства может обжаловать решение вышестоящего должностного лица в суде. При рассмотрении жалобы водителя суд вызывает собственника транспортного средства. Следующий пункт. Если при проверке доказательств по делу не установлено, что транспортным средством управлял водитель, указанный собственником транспортного средства, то суд может принять решение о применении штрафа к собственнику транспортного средства. Собственник транспортного средства, владелец, держатель обязан следить за тем, кто пользуется его транспортным средством. Такой вывод можно сделать из разъяснений к закону об административной ответственности системной интерпретации. Нормы статьи 20 закона о дорожном движении вместе со 162 и 163-1 статьями закона об административной ответственности. Вывод. Если у собственника транспортного средства нет никаких доказательств того, кто реально управлял автомобилем, то опровергнуть его ответственность невозможно, за исключением случаев, если водитель сам не признает факт управления транспортным средством в момент нарушения. А сейчас давайте перейдем ко второй части нашего ролика. В прошлом ролике, в котором я вам выставляла викторину, я задала вопрос, как звали кота из Простоквашина. В общем, многие ответили правильно. Матроскин. Правильно. Я вам назову сейчас, кто у нас правильно ответил. Аленка. У нее есть кошка Нюша. Наташа Вавкушевская. Наверное, у нее нету животных. Людмила из Риги тоже ответила правильно. Сергей Романенко ответил правильно. Только он не сказал, что у него есть два кота. Лариса. У нее есть кошка Машка. Ей уже 14 лет. Виктор ответил правильно. Вот кот Матроскин, да? У него есть две кошки Мырка и Уша. Юля Горбатюк ответила. У нее есть кот и кошка и собаки, которые знают, по какому адресу идти. Потому что знают, что их там пригреют. У Юли свой дом в Украине. И вот она владеет не только домом, но и такими прекрасными животными. А сегодня, так как я взяла тему про автомобили, то я вам задам сегодня такой вопрос викторинный, на который вы мне должны будете ответить. Я вам сразу скажу уже готовые ответы. А вы из готовых ответов выберите тот, который правильно. Хорошо? Он несложный. Это вопрос даже для детей. Послушайте. Что есть у автомобиля? Я вам перечислю четыре варианта. Выберите правильный и ответьте мне в комментариях. Ладно? Значит так. Шерсть. Есть шерсть у автомобиля? Крылья. Есть у автомобиля крылья? Лапы. Подумайте. Хвост. И напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень-очень вас ждать.